Всем здравствуйте! Сегодня у нас обзор книги Карен Хорни «Невротическая личность нашего времени». И как всегда, наши обзоры это больше, чем просто пересказ книги. Эта книга была написана больше, чем 50 лет назад, но ее содержание актуально на сегодняшний день просто как никогда. Но давайте, как всегда, по порядку, а порядок у нас начинается с автора. Карен Хорни родилась в Германии. Является она у нас американским психологом, как бы это ни было парадоксально. Она является также одной из самых известных и самых выдающихся женщин-психоаналитиков. И единственной в 20 веке женщиной-психоаналитиком, которая стала известна на весь мир. И она называет себя неофрейдистом, хотя во многом спорит с самим фрейдом, с его классическим психоанализом. Но тем не менее, там она тоже рассматривает, естественно, личность как главный субъект своего научного изыскания. И она также говорит о мотивации человека. Но эту мотивацию она усматривает не в том, в чем ее усматривал фрейд, а ее она усматривает в тревожности. То есть тревога и тревожность заставляют и побуждают человека стремиться к лучшему, стремиться к безопасности, стремиться к самореализации. В общем, тревожность стала во главу угла ее теории. Ну и раз уж мы говорим с вами про психоанализ, то понятно, что все из детства. И здесь у нас случилась классическая история о том, что большие прорывы выросли из больших проблем в детстве. Карен Хорния родилась в Германии в 1885 году в достаточно необычной для своего времени семье. Ее отец был капитаном морским, то есть он уходил в плавание. И он был человеком очень верующим и сильно убежденным в том, что мужчины очень превосходят женщин по всем фронтам. А мать ее тем временем была на 18 лет, во-первых, его младше. Это было необычно для того времени. Она была привлекательна, она была очень красива. И она была очень свободомыслящей женщиной. Свободолюбивая и свободомыслящей. И это при таком классическом патриархате, что называется. Маленькая Карен Хорния с детства очень во многом сомневалась. Она всячески недооценивала свои достоинства. Это все усугублялось некой внешней непривлекательностью. И когда она подрастала, когда она уже становилась студенткой, она сама себе пообещала и прямо поклялась, что поскольку она не может стать красавицей, то тогда она обязательно должна стать умницей. И в 14 лет она приняла решение стать доктором. Цель была естественно достигнута. Она закончила университет во Фрайбурге и стала первой женщиной в Германии, получившей в завершении изучать медицину. Это было абсолютно необычно для того времени. Там же в университете она знакомится со своим супругом. И тут начинается, в общем-то, анализ всего того, что с ней происходило. После окончания своего медицинского курса она поступает на учебу, на изучение именно психоанализа в Берлинском университете. И, собственно, вот тут она, видимо, узнав, что все беды из детства, и все ноги растут оттуда, она начала самоанализ. Это, естественно, первая и самая главная ступень для всех, кто вступает, вообще наступает на поприще психоанализа. И у нее начались страшные депрессии. Многие ее биографы сообщают о том, что у нее были очень тяжелые, прям тяжелейшие приступы депрессии. И однажды ее муж, которого она нашла в собственном университете, тот самый, который дал ей фамилию, благодаря которой мы ее теперь знаем, Орни, он находил ее на грани самоубийства. История умалчивает, в каком ключе это происходило. То есть мы не знаем, на какой грани этого самоубийства она находилась. Но, в общем, было очень тяжелое время для нашего автора. Дальше хуже. Происходят очень страшные изменения в ее семейной жизни. В один год скоропостижно умирает ее брат, и также скоропостижно умирают ее родители. Родители, естественно, к тому времени были в разводе. Всех их она теряет в один год. Это очень сильные удары для любого человека, и уж тем более для того человека, который очень углубляется в науку. И науку, естественно, я имею в виду психоанализ, науку о себе, о причинах и следствиях всего того, кем мы являемся на сегодняшний день. И вот эти все перипетии более привели к тому, что она начала сомневаться в психоанализе, в принципе. Именно поэтому здесь произошел тот самый раскол. Мы знаем с вами, что классический психоанализ, он был рожден и порожден Фрейдом, а дальше уже Адлер и Юнг, они уже отделились. Это уже был неофрейдизм. В том числе и Хорни тоже. Она начала по-своему анализировать и по-своему интерпретировать вот эту психоаналитическую базу. Она решает развестись с мужем, и она начинает после этого развода успешную карьеру в качестве психиатра. Уже в 1932 году она переезжает в Америку преподавать в университете. В 1934 году она поселяется в Нью-Йорке и там уже укореняется, там работает и пишет все свои научные труды. Кстати, писать ей очень понравилось, и книг она написала достаточно много. Уйдя с головой в науку и в писательство, она оставила нам с вами огромное количество интересных историй, над которыми нужно порассуждать и переосмыслить все, что есть в наших жизнях. Ну и, собственно, давайте окунемся в одну из ее работ. Если на вашем жизненном пути попадались люди, которые удивляли вас своей натурой, ну, например, деспотичное начальство, которое самоутверждается за счет своих подчиненных, жены, которых бьют, но которые никогда не уходят от своих мужей, или, может быть, интересные люди, которые всегда и за все извиняются, буквально даже если вы договорились встретиться, но испортилась погода, и они говорят, извини, погода испортилась за меня. Ну или если в вашей жизни попадались амбициозные люди, которые во главе угла ставят карьеру и идут просто напролом, добиваясь собственного успеха, и если вам всегда было интересно, какие процессы за всем этим стоят и почему так происходит, то тогда эта книга, конечно же, для вас. Книга написана достаточно простым языком, но при этом она глубоко научна. В этой книге всего лишь 200 страниц, но читать быстро ее совершенно не получится. Эта книга рассказывает нам с вами о взрослых людях и перипетиях взрослых судеб, однако здесь, конечно же, уделяется большое внимание тем детским переживаниям, которые делают нас теми, кто мы есть сегодня. Автор говорит о том, что детские переживания определяют во многом личность взрослого человека, но не всецело определяют ее. И в этом она расходится с Фрейдом, который считал, что детские переживания всецело определяют будущую судьбу и характер человека. Но уж коли книга посвящена невротической личности нашего времени, какие же характеристики могут определить нам с вами невротика. Невротик всегда подозрителен. И эти подозрения отличаются от обычных, редких подозрений обычных людей. Он у нас подозрителен всегда. Он не может принимать комплименты. То есть они вгоняют его то в краску, то в гниг, то в ярость, то в невероятное стеснение. Он все время считает, что его обманывают. И это тоже некая подозрительность, которая патологична. То есть не кто-то где-то там подшутил и что-то не досказал, а он действительно считает, что все имеют цель его обмануть. При всяческом, даже малейшем контакте, все его обманывают. Человек постоянно нерешительный, он не может принимать совершенные решения. Если есть выбор из нескольких перспектив, он может думать об этом годами и не решаться принять какой-либо следующий шаг предпринять. И он, естественно, тревожен. Нам заявляют цель о том, что невроза – это, конечно же, хроническое состояние, которое начинается глубоко в детстве. И потом этот невротизм детства определяет характер взрослого человека. Невротизм скользит по всем сферам жизнедеятельности человека. Конечно же, скользит в виде сбоев. Сбоями, связанными с любовными отношениями, с проявлением привязанности, с необходимостью этой самой привязанности, с отношениями оценки собственного «я». Естественно, в самоуважении проявляются проблемы. Конечно же, есть проблемы с агрессией и проблемы в сексуальной жизни тоже. Нарисовав примерно общую картину личности, которая подвержена определенному невротизму, Карен Хорни дальше в каждой последующей главе рассуждает на тему какого-то одного проблемного места. Ну, например, дальше у нас идет целая большая глава, посвященная тревожности. И здесь появляется новый термин «базальная тревожность». Но я об этом сделаю отдельное видео, и мы поговорим о базальной тревожности очень детально. Поэтому в этом видео я здесь не буду долго задерживаться, хотя надо обязательно отметить, что тревожность – это явная, неотъемлемая характеристика невротизма личности наших дней. Дальше нам говорится о враждебности. И человек, подверженный невротизму, он враждебен абсолютно ко всему. Ему все время кажется, что его обманывают, ему все время нужно противопоставлять себя миру, ему повсюду кажется опасность. То есть вот эта враждебность в невротической личности, она на самом деле не сродни агрессии, которую я сейчас пойду всех побью, да, а это история про то, что мир ко мне очень враждебен, и поэтому я буду защищаться, потому что я во всем вижу опасность. Большое внимание также автор уделяет привязанности и стремлению к обладанию. Автор говорит о том, что где-то в детстве совершенно неведомо самому родителю, например, да, или родителям матриацию, может быть, старшим братьям или сестрам, но вот какой-то маленький, абсолютно незначительный для взрослых акт делает, да, или вот порождает эту трещину в личности ребенка, которая дальше опять-таки будет вот выражаться именно в бесконечном стремлении к обладанию. То есть есть люди, у которых действительно доминирующей, что ли, силой движущей, да, вперед, является именно мотивацией обладать. Это люди, скупающие все, это люди, приносящие все домой, это люди, которые редко могут с чем-то расставаться. Это вот такой некий вещизм, конечно же, да, но помимо этого вещизма здесь, конечно же, отношения между людьми тоже вот в эту же копилку попадают, да, то есть у человека патологическая необходимость чувствовать и ощущать эту привязанность. И порой раз этой привязанности люди готовы на большие жертвы, чтобы только ощутить любимым себя и иметь этот самый объект обожания. Без объекта обожания жизнь не кажется полноценной. Также в детстве происходят и такие ситуации, которые в дальнейшем в взрослой жизни заставляют человека чувствовать неуверенность в себе. Человек растет замкнутым, да, то есть им проявляется эта замкнутость во всем. Это некая неспособность открыться доброму, да, то есть мы всегда думаем, что в мире есть опасность, и поэтому мы не можем кажущемуся проявлению добра открыться, открыть ему свою душу, и мы вот все время замкнуты в этом плане. Конечно же, здесь же в детстве стоит искать и корни виктимизации, ну, то есть жертвенности, да, или вот этого постоянного ощущения, что ты жертва каких-то обстоятельств. Это тоже все рассказывает автор родом из детства. Ну и самые печальные истории, это, конечно же, про отверженность. Это тоже все в детстве случается, да, когда появляется второй ребенок, или когда ребенка наказывают, или наоборот, когда они обращают ребенка внимания, рождается вот эта вот отверженность. То есть человек понимает, что общество, и самые близкие его люди его отвергают, и потом эта отверженность сквозит, опять же, во всех щелях его взрослой жизни отношений, работы, самопроявлений некоторых, да, и так далее. Отсюда, конечно же, потом появляется враждебность, и потом человек впадает постепенно в гнев. Все это мы продолжаем описывать ту самую картину невротической личности. Дальше, естественно, больше, и следующая глава посвящается власти и самоутверждению, через нее, конечно же. Самоутверждение, конечно же, достигается путем чего? Путем соперничества. И соперничество у невротической личности немножко отличается от того, что принято называть нормальным здоровым соперничеством. Отличается оно тремя критериями. Критерий первый – это постоянное и болезненное сравнение себя с другими. Критерий номер два – это постоянное желание быть исключительным, уникальным, не удовлетворяясь собственными достижениями. То есть ты чего-то достиг и ты лично ими недоволен. Тебе нужно еще больше, чтобы никого не было подобного же результата. И третий критерий, отличающий соперничество, не практически – это скрытая враждебность. Но теперь уже из серии никто кроме меня не должен этим заниматься, я должен быть здесь один, и все, кто этим занимаются, соответственно, мои недруги. Ну и сравнение себя с другими очень часто ведет к появлению некого чувства неполноценности. Ну и в отличие от Адлера, здесь неполноценность не рассматривается как движущая сила к чему-то хорошему, а все-таки проявление некое такое отрицательное. Большая очень глава как раз-таки посвящена чувству вины, и это опять же не эротическая вина. Она отличается от этих вот историй, когда ты совершил какую-нибудь пакость и пойди извини за нее. Здесь все не так. Как я говорила вначале, это могут быть постоянные извинения, причем такие уже немножечко поднадоедающие. То есть это человек, который извиняется во всем. Извини, что я обратился, извини, что я потревожил. Ой, извини, а это опять я. Ой, извини, а это опять то. И это может вот дорастать до каких-то таких абсурдных историй, когда действительно случается абсолютно непредвиденно, а человек говорит, извини, это во всем виноват я. Механизмы невротической вины, они тоже очень глубокие, очень сложные. И вот эти вот самообвинения разного рода, это некая защита от страхов. Это защита от страхов и защита от обвинений. То есть здесь человек как бы не дожидается того, когда его повинят, и как вы понимаете, это тоже с детства, он уже сам заранее во всем признает себя виноватым. То есть эти извинения, это не какая-то иррациональность, а это действительно страх и боязнь, вот эти наказания, которые могут прилететь в нашу сторону. Поэтому мы уж прям сразу признаемся, лапки кверху поднимаем и за все извиняемся сами. Предпоследняя глава этой книги очень интересная. Она посвящена как раз таки проблеме собственного такого личного внутреннего страдания и также проблеме мазохизма. Очень интересно, даже с точки зрения культуры, с точки зрения культурного самообразования, очень полезно почитать вот эту вот историю. Мазохизм для нас видится какой-то дикостью, диковинкой, чем-то таким с другой планетой или чем-то таким явно ненормальным. Мы всему любим ставить клише. А на самом деле мазохизм – это тоже позиция. Это позиция про то, что в жизни все настолько плохо, что лучше я начну получать от этого плохо удовольствие. И автор здесь настолько витиевато и красиво приводит древнюю историю, то есть откуда вообще это идет. Там и Дионисии появляются, и в общем такие древнегреческие истории здоровские. Причем это все очень компактно, как я сказала, книга сама по себе всего развеет страниц. То есть главы не настолько уж прям огромнейшие, как, допустим, в одной из книг, которую мы обозревали ранее. Но тем не менее, да, то есть очень насыщенно, очень хорошо, очень четко подается информация. Здесь, конечно же, мазохизм во всех фронтах, и в личных сексуальных, и в общественных историях. Поэтому я оставлю вам это как тизер. То есть, чтобы вы дошли до этой книги и прочитали ее, я углубляться сюда не буду, но глава действительно интересная. Самое, конечно же, важное – это выводы. И выводы у нас в главе под невротизм и культура. Вообще, Карен Хорни, она ведь вот эту теорию невротической личности вывела тогда, когда она переехала в Америку и столкнулась, что невротики Америки, они отличаются от невротиков Европы. Она ведь какое-то время работала в Европе с пациентами, как в качестве психиатра, и она тоже очень много навидалась. Но вот этот вот личный невротизм американца, он сильно отличался от невротизма европейской личности. И вот именно уклад вот этого вот уже капиталистического в то время общества, он привел ее к разработке теории именно невротиков, которые получаются в Америке. То есть, они получаются не потому, что им так хочется, и не только лишь сугубо из семьи вырастает все это дело, как она и говорила в начале книги. То есть, она с Фрейдом не совсем согласна, что все с детства. И она, конечно же, считает, что огромное такое прям хорошее клеймо накладывает и общество, и экономический склад, в котором развивается и растет, и становится личностью человека. И вот это вот как раз-таки часть и является той самой, которая до нашего времени актуальна, и, в общем, ничего не изменилось. И это все развивается и приходит уже и в нашу страну, и во все другие страны. То есть, вот некие такие экономические прорывы, они ввлекут за собой какие-то, наоборот, downstairs fall, то есть, падение вниз остров с лестницы, и круто в другом плане. То есть, экономика растет, а что-то личностное падает, с кубарем просто скатится по лестнице вниз. Так вот, нам говорят о том, что наша теперешняя культура, она порождает два глубоких таких противоречия. Две такие очень мощные, разнонаправленные силы, которые действуют на личность и тянут ее абсолютно в противоположные стороны. Первый конфликт – это соперничество и братская любовь. То есть, с одной стороны, для того, чтобы выжить в условиях развивающейся экономики, в условиях вот этого постоянного конкурирования, в условиях того, что если ты сам за себя не поборешься, то есть еще миллион таких же, а может быть, еще и лучше, которые придут и займут твое место. То есть, нужно выпячивать свою личность и бороться за самого себя, с одной стороны, бороться, естественно, с желающими быть там же, где желаешь быть ты. И с другой стороны, это наша религия, и это то, что вот тихонечко где-то навязывается нам или, может быть, воспитывается в нас. Это вот эта вот самодача, подставь другую щеку, если тебя обидели. Это будь добрым, будь порядочным. Ведь все мы люди, все мы братья, все мы как бы, да, зачем делать пакости ближнему своему, да. То есть, это вот первая штуковина, которая тянет нашу личность в разные стороны и не дает нам проявиться во всех красках. И, конечно же, это разные потребности. То есть, второй конфликт, который постоянно приводит нас в такое шаткое состояние духовное, внутреннее, это как раз таки то, что везде на нас льются вот эти вот стимулы к тому, чтобы мы что-то приобрели, к тому, чтобы мы какую-то там штукенцию купили, что вот ты купишь это, и ты станешь лучше, или ты купишь вот это, и ты выделишься, допустим, из своего общества. Это все, вот это вот постоянное потребление, 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 консюмеризм. То есть, мы все время под прицелом рекламных компаний и всего остального, которые просто жаждут нашего внимания и хотят, чтобы мы шли и брали все, и покупали, и покупали, и покупали. То есть, вот это, видимо, изобилие того, что все есть, и ты все можешь приобрести, оно порождает конфликт как раз таки с тем моментом, что приобрести-то можем мы не все, то есть, возможности-то у нас ограничены. То есть как бы есть всё, но ты это всё приобрести всё равно не можешь. То есть есть определённый какой-то лимит, есть определённый какой-то потолок, через который ты не прыгнешь, всего ты не купишь и на всё ты не заработаешь. И вот это вот всё рождает второй тот самый конфликт, с которого начинается всё то, с чего начинается книга. То есть культура, она тоже вносит весомый вклад в невротизм современного человека. Это глава последняя, она буквально там пару листочков, но она как раз таки ставит всё на свои рельсы, она ставит всё на нужные места и всё, всё то, что вы прошли до этого момента, становится очень чётко понятным. Что бы я добавила ко всей этой истории от себя? Ну наверняка у всех, кто дослушал это видео до этого момента, возникает вопрос, а что же делать? То есть если мы увидели какие-то из указанных симптомов в себе, или если мы увидели какие-то проявления, например, в людях, которые нас окружают, мы ведь хотим ситуацию исправить, помочь себе и помочь ближним своим. И вопрос, как это делать? То есть понятно, что очень многие книги пишут о том, как это обнаружить в себе, как диагностировать это, но никакая книга никогда не даёт никакого рецепта, как с этим быть. На самом деле рецепт-то в общем-то и есть. И если вы знакомы с психоанализом, его главный постулат заключается в том, что все наши проблемы, они ведь в бессознательном скрыте, правильно? И поэтому тем самым ключевым моментом терапии именно психоанализа является выведение чего-то из каких-то тайных уголков вашей психики и вашего подсознания в явное, в осознанное. И главный, опять же, постулат, повторюсь, это слово, скажу ещё раз, заключается в том, что как только нечто скрытое стало вам явно, это скрытое перестаёт быть таковым, и перестаёт нудеть, кусать, грызть где-то изнутри ваше проявление своего собственного «я». Поэтому, конечно же, нужно консультироваться. Я сейчас очень много общаюсь и взаимодействую с людьми, которые как-то всячески пытаются, ну что ли, преуменьшить, скажем так, значение психологии и всех её разных отраслей. Психология, психиатрия, клиническая психология и так далее. А на самом деле это реально огромнейшая наука. Это всё проработки огромные, проработки разных людей, разных времён. И пусть она самая молодая наука, потому что она такой статус получила всего лишь чуть больше века с небольшим, но эта наука заботила умы всего человечества и даже древних, преддревних людей в том числе. Поэтому, к чему я клоню этим эпосом, это к тому, что нужно консультироваться. То есть, если человек чувствует, что у него есть какая-то проблема, будьте уверены, разговор с психологом – это не просто какие-то там, давай я тебе сейчас дам поштучно батарею средств, как ты будешь решать какие-то проблемы. Это вообще не в этом дело. Дело заключается в том, что вы через какую-то связь с психологом, через какую-то связь с умным специалистом, специалистом, с очень хорошим специалистом, вы не взаимодействуете конкретно с ним, а вы взаимодействуете с собой, вы познаёте себя. А этот профессионал, он просто даёт вам так называемые «guidelines», то есть какие-то направления, куда нужно идти, чтобы чётко нарыть в своей психике эту проблему, выкопать её оттуда, вот, собственно, осветить её лучами солнца со всех сторон, понять, что она такая была, и как только вы поймёте, что эта проблема была, это вы её осознаете, вы её переработаете, и вы, конечно же, от неё освободитесь. Поэтому нужно обязательно найти своего человека, с которым вы можете поговорить. И это никогда, запомните это никогда. Не будут ваши близкие люди, это не будут ваши подружки, это не будут тихие посиделки на кухоньке, да, то есть это вот когда там девочки поплакались, и стало легче. Это никогда не так. Это так не работает, это работает совсем по-другому. Поэтому для этого нужен специалист, и я каждому желаю найти своего. И, конечно же, возвращаясь к книге, книга замечательная, я думаю, что каждому она будет полезна. Если вы увидели, что здесь есть какие-то проблемные зоны, которые мы в этом видео затронули, то, пожалуйста, обращайтесь к этой книге, читайте её. И, как я сказала, у Карен Хорни эта книга не одна. Поэтому мы книги ставим, конечно же, десятку из десяти. Маленькая, но очень важная, замечательная книга. Если читали, то делитесь впечатлениями, если нет, то читайте и возвращайтесь с комментариями о ней. Всем хорошего настроения, а мы, как всегда, ждём новых обзоров. Бай-бай!